В областном центре набирает обороты Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Именно этому событию посвящен специальный выпуск спортивных новостей. Ко мне в студии уже присоединился Сергей Шрамком. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте. Какие первые успехи? Нашим ребятам есть чем похвастаться в плавании, самбо и баскетболе. Но обо всем по порядку. Уже известно, что у пловцов пять медалей, два золота, одно серебро и две бронзы. А вот спортсмены из БелГУ отличились в самбо. В их копилке две серебряные медали. А бронзу для региона завоевал студент-технолога. Отмечу, что в этом виде спорта на фестивале шесть весовых категорий. По три у юноши и девушек. Конкуренция нешуточная. Состав команд очень приличный. В каждом весе мастера спорта, призеры России. Поэтому считаю, что мы представляем сборную области на данных соревнованиях. И два этих института выступают достойно. После первого дня мы находимся в тройке призеров. Лидирует Красноярский край и Пермский край. Теперь о баскетбольных соревнованиях. На форуме они проходят в формате 3 на 3. Это так называемый стритбол. Как у юношей, так и у девушек сначала был групповой этап. К сожалению, баскетболистки-технологов в плей-офф выйти не смогли. Жребий определил серьезных соперников. А вот студентки госуниверситета из группы вышли. Но все равно остались без медалей. Девчонки попали лишь в восьмерку сильнейших. Куда лучше дела идут у белгородских парней. И БГТУ, и БелГУ пробились в полуфиналы баскетбольного турнира. Хозяевам предстоит сыграть с соперниками из Москвы. А команда Белгородского государственного университета встретится с волгоградцами. О наших соперниках порассуждал Игорь Савкин, опытный тренер белгородской команды «Белые львы», выступающий во Всероссийской студенческой лиге. На мой взгляд, очень симпатичная команда Волгограда, где все линии укомплектованы. И высокий, центровой, который определяет борьбу под кольцом. И нападающий, который с дальними бросками и с проходами. Очень хороший парень. Что ж, БелГУ будет непросто. Пожелаем им удачи. Ну а мы несколько минут назад получили приятную новость. Есть еще одна медаль в самбо. Золото области принесла студентка Белгородского госуниверситета. И теперь у ВУЗа есть все шансы занять в этом виде первое общекомандное место. Ну а на этом у меня все. Держите руку на пульсе главных спортивных событий региона вместе с миром Белогория. Спасибо, Сергей. Обзор событий 9-го Всероссийского фестиваля студенческого спорта представил мой коллега Сергей Шрамко. В областном центре набирает обороты Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Именно этому событию посвящен специальный выпуск спортивных новостей. Ко мне в студии уже присоединился Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте. Какие первые успехи? Нашим ребятам есть чем похвастаться в плавании, самбо и баскетболе. Но обо всем по порядку. Уже известно, что у пловцов 5 медалей, 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы. А вот спортсмены из Белгородского госуниверситета отличились в самбо. В их копилке 2 серебряные медали. А бронзу для региона завоевал студент-технолога. Отмечу, что в этом виде спорта на фестивале 6 весовых категорий. По 3 у юношей и девушек. Конкуренция нешуточная. Состав команд очень приличный. В каждом весе мастера спорта, призеры России. Поэтому считаю, что мы представляем сборную области на данных соревнованиях. И два эти института выступают достойно. После первого дня мы находимся в тройке призеров. Лидирует Красноярский край и Пермский край. Теперь о баскетбольных соревнованиях. На форуме они проходят в формате 3 на 3. Это так называемый стритбол. Как у юношей, так и у девушек сначала был групповой этап. К сожалению, баскетболистки-технологов в плей-офф выйти не смогли. Жребий определил серьезных соперников. А вот студентки госуниверситета из группы вышли. Но все равно остались без медалей. Девчонки попали лишь в восьмерку сильнейших. Куда лучше дела идут у белгородских парней. И БГТУ, и БелГУ пробились в полуфиналы баскетбольного турнира. Хозяевам предстоит сыграть с соперниками из Москвы. А команда Белгородского государственного университета встретится с волгоградцами. О наших соперниках порассуждал Игорь Савкин, опытный тренер белгородской команды «Белые львы», выступающий во Всероссийской студенческой лиге. На мой взгляд, очень симпатичная команда Волгограда. Где, в общем, все линии укомплектованы. И высокий, центровой, который определяет борьбу под кольцом. И нападающий, который с дальними бросками и с проходами. Очень хороший парень. Что ж, БелГУ будет непросто. Пожелаем им удачи. Ну а мы несколько минут назад получили приятную новость. Есть еще одна медаль в самбо. Золото области принесла студентка Белгородского госуниверситета. И теперь у вуза есть все шансы занять в этом виде первое общекомандное место. Ну а на этом у меня все. Держите руку на пульсе главных спортивных событий региона вместе с миром Белогория. Спасибо, Сергей. Обзор событий 9-го Всероссийского фестиваля студенческого спорта представил мой коллега Сергей Шрамко. Продолжение следует...